МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Село Солонцы Виделевского района расположилось довольно далеко от областного центра, в 200 километрах. И то ли из-за удаленности от городской суеты, то ли просто потому, что люди здесь живут дружные, в Солонцах модно иметь много детей. У Мазуровых их трое. Это вот у нас самый старший хозяин дома. Просим любить и жаловать. Это Антон. Он помогает мне в хозяйстве. Он кормит молодых теляток у нас. Вот заходите сюда, пожалуйста. Хозяйство на первый взгляд у Мазуровых немаленькое. Три коровы, три теленка, козы, утки, куры, три кошки да две собаки. Но со всей живностью здесь справляются. Я молоком кормлю. Мам помогает. Когда она коров дает, я их кормлю. Она старую дает. Когда прихожу со школы, им надо подложить коровень сено. Ну и попоить их. А летом надо их выгнать. Ну у нас в общее стадо. Этим всем занимаюсь я. Все у нас получается. Мы молока сдаем 20, сдаю сейчас 20 литров, потому что теляток кормлю. А вообще могу и больше сдавать. И по 60 сдавала, и по 50 сдавала литров. Сено мы заготавливаем сами. У нас и косилка, и трактор свои. Поэтому затраты на сено небольшие. Тем более государство компенсирует тысячу рублей на каждую тонну, если ты покупаешь. На самом деле личное подсобное хозяйство не единственный источник дохода у Мазуровых. Глава семейства, которой нашей съемочной группе не удалось застать, трудится в хозяйстве соседнего района. А Наталья нашла себе применение здесь же, в Солонцах. Я работаю в школе воспитателем в группе продленного дня. Первое образование у меня, сельхозакадемия наша, это бухгалтер и экономист по образованию. Но в связи с тем, что я родила третьего ребенка, и у нас хозяйство сократилось, не стало хозяйства, нужно было ехать далеко. Меня пригласили в школу, и я пошла в школу работать, пошла учиться. Сейчас я получаю второе высшее образование в нашей университете в Белгородском. И буду учителем информатики. Для Анастасии Мазуровой, старшей дочери, выбор профессии сегодня тоже задача не из простых. Она знает, сделать шаг в нужную сторону, значит определить свою судьбу. И выбирать девушка собирается не между городской и деревенской жизнью. Это решение уже принято в пользу родных Солонцов. Дело только за специальностью. Сначала был врач, потом полиция, ну а сейчас пока агрономы, думаю. Хотелось бы поближе к маме с папой. Я в Солонцах родилась и живу в Солонцах. Далеко от центра, да? Но мы довольны жизнью. Помогают мне мои родственники, моя семья, мой муж. У меня дети хорошие учатся хорошо, и Настя, и Тоня учатся. Много достижений в школе. Надеюсь, и Антошка тоже меня будет радовать учебой. Кроме трудовых и учебных достижений, дети семьи Мазуровых гордятся своими увлечениями, иногда не совсем обычными. Я собираю дельничные купюры. И самое старое, это вот, царская купюра 5 рублей. Самое старое. Мне передавал дедушка из Украины. Он собирал их, но я не знаю, где он, но он находил, у него оставались когда-то деньги эти. Антонине всего 10, но она уже умеет дорожить тем, что передали ей предки. И не только тем, что имеет материальную ценность. Традиции и знания для нее, пожалуй, важнее. Мама учит нас, например, чтобы мы не запомнили там какую-то вещь на всю жизнь. Чтобы такого, например, не делали, если что-то плохое сделали. И когда мы готовим, мама нам там учит готовить, как правильно надо. За собой всегда привирать. И если вот, например, поиграл в игру, тогда ее собери и положи на место. Вот так и растут, помогая родителям с большой любовью друг к другу и к труду на земле. Мне нравится кормить коз или телят поить. Куры кормить, зерной насыпать особенно нравится. Как в фильмах вот так насыпают или в мультиках. А еще в воду наливаешь, они все подбегают всегда. В этот момент я представляю себя Белоснежкой, как она, или Золушкой, например. Или, может, там, Спящая красавица, она тоже была работница. Конечно, с такими помощниками можно строить планы на будущее. Планы какие? Ну, выучить детей, воспитать хорошими людьми, в первую очередь. Нас Настя заканчивает девятый класс у нас. У меня есть планы помочь ей поступить, я имею в виду финансово помочь, поступить туда, куда она хочет. В плане хозяйства, опять же, я хочу увеличить поголовье. Это у нас есть программа, которая поможет увеличить поголовье. Они дают деньги на развитие хозяйства. Тоже можно увеличить. У нас дети подрастают, помощи больше. Не живут дети сами, любят заниматься хозяйством. Я их не заставляю. Просто видят, что нужно это делать и делают. С дремя детьми с хозяйством трудно. Отдыхать приходится редко, да. Приятно. Потом же это все любою детей отдается. Приходишь у старшей, тебя дети обнимут, пожалеют. Уже и усталость ушла. И снова берется семья Мазуровых за дело. Все знают, сплоченность и взаимовыручка – это то, что в первую очередь необходимо многодетной семье. Мы все здесь на виду. Все и соседи помогают, и администрация. Мы здесь все как дружная семья. В беде никто не остается. Если не дай бог что-то у кого-то, все идут друг другу на помощь. И мы друг друга знаем. Мы корни здесь у всех практически. Все же все, многие молодежи уезжают куда? У города. А мы здесь остаемся. И мы все дружно живем, очень дружно. И недавно мы посадили парк. Вот у нас в зеле парк дружбы заложила наша администрация. Мы ходили всем селом сажать туда. И многодетные, и бабушки, старенькие, и пенсионеры, и учителя, и все ходили. Это был праздник. Под музыку организовали нам музыку. Мы под музыку сажали деревья. Детки поливали, ходили, поливали, чтобы деревья наши прожились. Надеемся, это все объединяет, сплочило всех нас, все село. Конечно, парк дружбы пока не велик. И дети, которые участвовали в его закладке, будут вспоминать это время, когда деревья были маленькими. Но жители Солонцов уверены, большому парку здесь быть. И быть селу, и его жителям, которые знают, как быть счастливыми в сельской глубинке. А это село Филиппово, Валуйского района. Большой дом дружной многодетной семьи Барабашиных почти с самого края. Но это вовсе не значит, что им ни до чего нет дела. Наоборот, здесь в хозяйстве каждому найдется занятие по плечу и по интересу. Барабашины воспитывают трех дочерей. Самой младшей Евгении еще нет года. А Вика и Ксюша уже полноценные труженицы на родном подворье. Сельское хозяйство – это основной вид заработка. Две коровы, телка остельная, бычок маленький, телочка маленькая. Пять голов крупного рогатого скота. Куры, две собаки. Трактора у нас есть и все приспособления к ним. Сельскохозяйственные для обработки земли, для заготовки корма скоту. Техникой рулит, естественно, глава семейства. А уход за живностью на женских плечах. Виктория Барабашина – старшая дочь в хозяйстве, ответственная за надоем. Бывает после школы, когда приезжаю, и бывает вечером. Два раза. Поначалу нравилось. Когда первый раз пробовала, то думала, нормально будет, а сейчас уже надоедает. Елена Сергеевна не настаивает, часто берется за дело сама. Говорит, это пройдет, а сейчас главное не переусердствовать. Трудолюбие должно идти от сердца, как и радость от ежедневных сельских забот. Можно жить на селе, работать и отдыхать. И сейчас очень многое делается для возрождения села, очень много программ для молодежи на селе. Сам себе хозяин. Подоил, встал, покормил, молоко сдал. За молоко платят вовремя, два раза в месяц. Хорошие деньги. Продукты сейчас пока посмотрят, что по телевизору показывают. Вот мы сейчас одного бычка зарезали буквально две недели себе на мясо. Вот кушаем, едим свое натуральное, домашнее. Молоко, творог, сметана, яйца свои. Мы 50 бролеров брали, вот держали на мясо. Как говорится, все-таки хорошо. Со сбытом Барабашины проблем не знают. Говорят, мода на натуральную, экологически чистую продукцию порождает спрос. Дело только за предложением. Вот и трудится семейный подряд, так в шутку называет хозяйка домочадцев, на общее благо. И не жалеет, что когда-то вслед за многими родственниками не уехали жить в областной центр. Несмотря на то, что отдых порой только снится. Это тяжело все равно, это труд тяжелый. Летом работы много, отдыхать некогда, город. Заготавливать карманы надо. У нас каждый день праздник. Но как бы ни было, трудно поделилась Елена Барабашина. В сердце всегда тепло. Она растит трудолюбивых, неизбалованных детей, которые с малых лет приучены вести хозяйство. Ее дочери заботливы и отзывчивы, неравнодушны к животным, родной природе и своей малой родине. Мне нравится, потому что здесь, ну не знаю, это лучшее. Ну пусть даже не так, как в городе, но зато там сад, пруд, речка. Ну как-то лучше. Я очень горжусь, что я многодетная мать, мама троих детей. Мы себя считаем полностью создавшейся счастливой семьей. Счастливой и особенной. Семьей, где в детях воспитывают правильные ценности, начиная с себя. С библейской заповеди о том, что нужно любить друг друга, плодиться, размножаться и наполнять землю. Не понаслышке знают, какое оно многодетное счастье и в семье Владимировых. Замужем почти 25 лет. В следующем году как раз будет у нас юбилей такой серебряная свадьба. Семья у нас пятеро деток. Мы с мужем свекровь еще с нами живет. Считаю, что большая. Дети у нас Владимир 23 года, Сергей 21, Евгений 12. Ну и девчонки, Алина и Ева, 10 и 8 лет. Живет многодетная семья в селе Козьмодемьяновка, что в Шебекинском районе. Они не из коренных, но Белгородщина для них стала малой родиной. Ну живем мы здесь, в самой вот этой деревне, не так уж давно 7 лет. 8 практически, в этом году уже будет 8. А попали тоже сюда так случайно. До этого мы жили в Иркутской области, в городе, где сами городские жители. Ну, мальчишка вот этот старший заболел, 23 года, которому было заболевание крови. Нам пришлось климат поменять. Вот это стали так мы деревенскими жителями. Продукция, выращенная своими руками, экологически чистый белгородский воздух и, конечно, материнские старания сделали свое дело. Сын выздоровел окреп. А семья, села в Козьмодемьяновке, обзавелась большим хозяйством. Сейчас у нас 300 кур, это яичные куры, значит, на мясо у нас утки. Вот, была корова, но корову пришлось уже, ну, как бы по старости сдать. Но сейчас вот ждем телочку, опять же, потому что уже привыкли на своем молоке, на своем всем. Поэтому как-то уже дети магазинское не воспринимают, если честно. Ну, а сейчас пока коровы нету, козочки у нас, девчонки вот молоко хорошо пьют, любят молоко. Ну, и все пока. Сестры Алина и Ева – приемные дочери Владимировых. Но об этом, пожалуй, уже никто не помнит. Решение пополнить семейство пришло к Владимировым, когда старшие сыновья покинули родительский дом, поступив на учебу в областном центре. Оба старших, они сразу пошли учиться в один год вдвоем, ушли. И вот, их не стало. Мы, конечно, были рады, что у нас хотя бы младший тут остался. Он как раз в первый класс пошел. И потом все равно мы заскучали. Вот муж, он вообще не знал, места себе не находил без старших сыновей. Вот он ходил, как будто, ну, вот уже чего-то не хватает. Хотя они приезжали и на выходные, ничего не скажу. Но эта неделя, вот когда она проходила до этих выходных, нам, конечно, мы уже все маялись ходили. Все втроем. Ему скучно, потому что братьев нету, он привык, что братья тут же. И мы вот как-то это все. И вот так постепенно мы пришли к мысли, что нам еще нужен ребенок. Вот. Ну, а когда уже получилось, что их две девочки, муж сказал, значит, нам Бог дал еще две. Еще две. Значит, нам, вот это как раз и наша семья. Что нас будет еще больше. Их искренне любят родители, бабушка, братья. И девчонки отвечают им взаимностью. Стараются наравне со всеми помогать по хозяйству, понимают, что домашние хлопоты – это общая семейная обязанность. У нас есть в хозяйстве козы, коровы, петухи, куры и учи с собачками, с кошками. Мама кашу варит, а мы их кормим. Козам мы пока не ходим, потому что они бодаются. А курам ходим яйца выбирать. Они не кусаются. Если женщины семьи Владимировых на хозяйственной передовой, то мужчины на строительной. В соседнем селе возвели они вместе с отцом настоящую родовую усадьбу. Вот этот дом строим порядком двух лет. Вот. Все по чуть-чуть, помаленьку. Вот этим летом, собственно, садингом будем обшивать, плитку тротуарную класть. Вот. Собор делаем, реконструируем. Вот. Ну. По мере возможности помогаем родителям. То есть на выходные приезжаем. Вот. Сильно много времени, конечно, не получается уделить, ввиду того, что тоже работаем, находимся в Белгороде. Ну, чем можем, тем помогаем. Всему тому, что я научился, научился я, конечно же, здесь, помогая отцу по хозяйству, когда мы строили то же самое, вот этот вот наш дом. Ну, в принципе, все основные азы строительства я получил, конечно же, дома. Ну, и начал применять их, соответственно, в жизни. Строительные навыки не единственные, чему обучили своих детей Владимировы. Самое главное в том, что их дети гордятся своей большой семьей, тем, что выросли в селе, и тем, что знают, что такое настоящая родительская любовь. Я бы не сказал бы, что кто-то из нас обделен родительским вниманием, всех в равных порциях, в равных долях. То есть все мы любимые, все мы окружены заботой, любовью. Вот. Ну, я, собственно, ну, судя по всему, в Белгороде, в Белгородской области, ну, приветствую многодетные семьи, то есть оказывается, это помощь социальная. Вот. Я обеими руками за. То есть будет у меня семья, я думаю, членов семьи моей будет не меньше, чем в нашей, на нынешний момент. Жить мы будем в селе. Большая семья – это очень хорошо, потому что это всегда мы играем, весело нам. У нас большие мероприятия происходят, на которых, ну, там, день рождения, там, замечаем, выйдем на природу. Нам очень всегда дружно, вместе и весело. Нам живется в большой семье очень хорошо, тут весело, тут много друзей. А братики нас защищают всегда. Есть еще один человек, который особенно дорог семье Владимировых. Кирилл Дороганов у них частый гость. Когда-то он попал в трудную жизненную ситуацию, оставшись практически без родных, и обрел утешение в этой семье. Сегодня Кирилл приезжает навестить людей, ставших ему близкими, помогает по хозяйству по мере своих сил и возможностей, взамен получая душевное спокойствие, добрые советы и дружеское ободрение. Познакомился я сначала с средним сыном Сергеем, когда мы учились вместе в Белгородском областном лицее милиции. Там мы очень близко сдружились, и прошло уже с момента нашего знакомства 6 лет. Мы до сих пор как братья, не разлей вода. Его семья меня очень близко приняла. Я рад сюда приезжать, отдыхать здесь, помогать им по дому. Хорошие, добрые люди. Для меня почти как семья, даже можно сказать, как семья. Глядя на Татьяну Владимирову, невольно задумываешься. Это какие-то особенно сильные духом люди? Или слово у них волшебное есть? Или три запасных матка нервов? И как только терпения хватает? А ответ прост. Ведь хоть у нас и много детей, но я не скажу, что нам сложно жить. Я не знаю, мы, наверное, уже так или привыкли, или не жаловаться, по крайней мере, на все на это. Я не знаю, как с одним. Может быть, им меньше надо, а может быть и не меньше, может и больше. Но, по крайней мере, мы справляемся и для своих детей заработать, чтобы дети наши имели. Поэтому я не скажу, что нам сложно. Нам даже, наверное, может быть где-то и легче. Мы знаем, для кого стараемся. И знаем, что нам стараться. Как у меня Женя говорил всегда, мама и папа, когда у вас будет, чем больше у вас будет младших детей, тем вы будете моложе и моложе. Поэтому вот, есть чем нам заняться. Вот такое оно настоящее многодетное сельское счастье. Богатство, которое не купишь, любовь, которую ничем не измеришь. И все настоящее, все взаправдошнее, вселяющее надежду на доброе будущее российской глубинки. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова